Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас долгожданное, наверное, таки, открытие контейнеров, которого не было довольно большое количество времени. Если вам нравятся подобные видеоролики, если вам нравятся видеоролики, в которых я открываю большое количество контейнеров, возможно, падает с них что-то крутое, возможно, не падает, то обязательно прожимайте лайк на данный видеоролик и я, в свою очередь, как только буду иметь какое-то определенное количество контейнеров, буду знать, что вам это интересно, то, что стоит как можно быстрее открыть и, возможно, что-то годное, конечно же, выбить. Сегодня у нас имеется 53 контейнера. Как вы знаете, недавно я окончил челлендж. Это первая часть двойного челленджа и, скорее всего, это последние контейнеры в большом количестве, которые у меня будут в последнее время, потому что я дальше уже, как говорил, возможно, таки в предыдущих видеороликах на стримах, не планирую набивать челленджа, поэтому сегодня это какая-то такая вот определенная дата, с которой мы можем поставить какую-то маленькую определенную точечку с контейнерами и, возможно, выбить что-то интересное. У меня еще остался контейнер XT, который мы, к сожалению, еще не открыли, но я думаю, что в ближайшее время у нас удастся это вместе с вами сделать. И сегодня мы откроем данные 53 контейнера и будем надеяться на то, что что-то крутое мне сегодня обязательно с них выпадет. Поэтому давайте тянуть долго не будем. Открывать, я думаю, что будем, как всегда, по одному, может быть, там потом пятерочками будем добавлять. Мне осталось выбить еще три XT предмета. И если мне сегодня хотя бы один бы какой-нибудь такой вот XT-шник нагибаторский бы упал бы, я думаю, что я был бы в какой-то степени очень-очень-очень даже рад. Поэтому давайте открывать. Ну а так, наверное, если бы падала бы премочка, я был бы доволен. Но посмотрим, что нам сегодня вообще не выпадает. Главное, чтобы не было бы там довольно большое количество белых свечений. И тогда будет вообще все замечательно, если, например, начнет дропать какие-нибудь там аптечечки, например. Потому что аптечек у меня довольно-таки мало. Осталось всего лишь 200 штучек. И пока что ничем мне здесь не радует первые пять открытых контейнеров. Абсолютные белые свечения. Но может быть даже это и к лучшему. Потому что зачастую после такого большого количества белых свечений бывает выпадает очень крутой годный дроп в дальнейшем. Но пока что нам выпадает с десяти контейнеров. Нет, даже чуть меньше. Выпадает первое зеленое свечение. Это 125 ремкомплектов. И я, конечно же, не могу не сказать, что они мне не нужны. Мне определенно этот припасик прямо сейчас нужен. Но вот такое большое количество белых свечений... Ну что-то это вообще просто печаль какая-то. Надо уже пятерки пробовать походу открывать. Сто всех припасов. Это неплохо. Давайте еще одну единичку. О, фиолет. Ну ладно. Тут беру свои слова обратно. Краска сгущенка. Боже, сколько мне еще красок этих осталось выбивать. Все падают и падают эти нагибаторские краски. И того, что мы имеем. Где-то около десяти, может даже чуть больше. Белых контейнеров. Два зеленых. Одно фиолетовое. И дальше опять, я так понял, сейчас будет нас кормить вот этими нагибаторскими белыми контейнерами с простым каким-то нубским дропом. Ну хотя бы бы... О, ну ладно, фиолетик. Что нам здесь выпадает? Эффект зеленый на шафта. Боже ты мой. Мой кислотный, шафтика. Шафта-то у меня нету. Ну ладно. Эффект есть. Это уже неплохо. При том раскладе то, что у меня довольно маленькое количество уже осталось эффектов выбить. То возможно это даже хорошо. То, что они падают. То, что они не остаются. Просто так валятся где-то в гараже. И может быть в скором времени я их всех уже и выбью. Там осталось, если я не ошибаюсь, где-то около десяти штук. Осталось три из контейнеров. Пока что... Ну ладно. Краска в ванаде. Довольно неплохая краска, если честно. Но я ее, конечно, сейчас не найду. Там она где-то вдалеке будет. К слову, друзья, поздравляю вас с праздником. Уже совсем скоро у нас тут в игре планируются скидочки в честь 14 февраля. В честь Дня Валентина. Поэтому там может быть у вас надо как-то поздравить. Я-то, конечно, не особо шарю. Но как-то так, друзья. Кто там шарит, кто покупает что-нибудь, скидочки, там туда-сюда, чекайте. Возможно, что-то вам интересное понадобится прикупить в наших тунчиках-онлунчиках. Ну а я акцентирую лишь свое внимание на том, что даже при 30% скидках, я думаю, что я закуплю большое количество аптечек. Потому что у меня их в последнее время достаточно-достаточно мало. 5 золотых ящиков падает. Не скажу, что это плохо, но и не скажу, что это прям сверх круто. Как вы видите, ни одного еще контейнера я не открывал, кроме как по одному. И сейчас вот, кстати, уже 3 или 4 контейнера подряд не падало белого свечения. Но вот сейчас опять она дропнула. И, похоже, надо попробовать хотя бы одну пятерку открыть. Как вы думаете, стоит ли сейчас попробовать это сделать? Давайте вот сейчас 21-й. И вот сейчас мы попробуем после 20-ки открыть 5. Да, белого свечения насыпало. Возможно, сейчас на пятерочке что-нибудь крутое нам дропнет. Все-таки пару-тройку с фиолетовых свечей не было. И... Ну, что это такое? Давайте еще одну пятерочку. 4 белых фиолетов с первого? А, я открыл один. Боже ты мой, мне показалось, что я открыл 5. И мне, короче, с первого из пяти начинается с фиолетового цвета. Я чуть в шортах. Сейчас не присел так жестко. Краска огонь отваги. Ну, ладно. Я хотел 5 открыть. А тут мне с одного так упало неплохо. Может быть, давай еще что-нибудь. 4 или 5 фиолета. Сегодня дропнуло. Но... Наверное, это не то, что я хотел бы выбить. Но если вообще смотреть объективно на открытие контейнеров, то такое количество фиолетовых свечений, то есть это где-то 5 штучек мне упало, это, в принципе, неплохо. Да? Ну, не за тем я, конечно, сегодня шел. Возможно, в этом плане не совсем прикольно, не совсем круто. Открываем пятерочку. И четвертое зеленое. И пятое еще тоже зеленое. Плохо. Плохо. Что я могу сказать? Плохо. 10 тысяч кристаллов. 4 контейнера у нас остается. Еще одно зеленое. Еще 10 тысяч кристаллов. Даже одного синего шара сегодня не подформил. Очень слабо как-то нам сегодня дропнуло. Если честно, последний контейнер остается. И в последнем у нас контейнеры тоже кристаллы. Итого, что мы имеем? Около 100 тысяч кристаллов. Немножечко-немножечко голдишек. Немножечко птичек. Где-то 400. Ну, чуть меньше. 400 мне дропнуло. Сказать, что это много. Ну, я бы не сказал, что это много. Ну, и где-то 4 или 5 фиолетовых свечений нам сегодня также упало. Красочки упали, упали эффектики. Ну, и что я могу сказать по поводу открытия данных контейнеров? Наверное, это не супер-мега-крутой дроп. Но сказать, что вообще ничего не дропнуло, я тоже не могу. То есть, обычный в каком-то моментике дефолтный. Дефолтное открытие контейнеров. При этом что-то выпало, что-то крутое, что-то не крутое. Никаких золотых свечений, никаких красных свечений. Но они как бы и не должны падать с 50 контейнеров. И как-то вот так вот мы все это дело открыли. Я, конечно, надеялся на какой-нибудь XT предметик. Потому что мне осталось всего лишь 3 XT. Если бы сегодня какая-нибудь бы одна мне упала с красного свечения, я был бы очень сильно доволен. Ну, а так, не упало, обидно, досадно. Ну, и, в принципе, ладно. Что касаемо челленджей, наверное, тоже пару слов хочу сказать. Это, как я уже сказал, скорее всего для меня был последний челлендж. Все последующие челленджи, которые у нас будут в игре, я не буду выполнять. Только если там будут какие-нибудь легоси, скины, будет еще что-нибудь крутое. Либо у меня там будет какое-то большое количество танкойнов. Может быть, я тогда скажу себе так. Ага, у меня есть танкойны на боевой пропуск. Значит, мне не надо будет донатить. И я буду тогда все это дело выполнять и набивать. Ну, а сейчас, определенно для себя, я уже понимаю на 100% то, что мне этот челлендж больше ни к чему. Я сначала данных челленджей не пропускал ни одного. И по сей день, то есть, вот если сложить все эти челленджи в совокупности, я все эти челленджи прошел. Но, сейчас, я уже на 100% для себя понимаю, что дальше продолжать выполнять эти челленджи, это, ну, уже не актуально. Во-первых, мне это надоело. Во-вторых, на стримах это, ну, однотипный контент, который уже кому-то, может быть, даже надоел. В-третьих, донатить по 2 боевых пропуска и того, это 1000 танкойнов в месяц, это очень много. Потому что оно того не стоит вообще никак. Это чистейший навар для разработчиков, как я уже об этом и говорил, то, что они хотят просто заработать. Поэтому, я это не поддерживаю и вам того же советую. И, при всем этом, мне осталось всего лишь 3 XT, из них один контейнер XT у меня уже есть. А это значит, что мне останется всего лишь 2 XT предмета. При том раскладе, то, что я вообще, как бы, не уделяю внимания скинам. И, что он у меня есть, что его у меня нет, мне абсолютно без разницы. То есть, и при том раскладе, то, что у меня их осталось всего лишь 2, я уже на 100% уверен, что... Нет, нет, нет. Даже там 1000 звезд. Я не смотрю на то количество, которое мне надо будет набить. Но, вот именно данная 1000, которая была последняя, она для меня была, ну, самая сложная. Просто самая сложная. Я настолько задолбался бить эту 1000. Я раньше бил по 2000, по 1800 звезд за месяц. И я это делал с удовольствием. Но сейчас, где-то после 500ки, вот в районе от 500 до 1000, это было что-то с чем-то. Я настолько устал это делать. И каждый день на стримах вечером ловил себя на мысли, то, что... Блин, как же мне надоело это бить. Как же надоело мне из месяца в месяц, изо дня в день набивать эти звезды в матчмейкинге, потеть. И все это дело проходить однотипно, при том раскладе, то, что сейчас... Ну, у меня уже сгорело до такой степени от всей этой наглости, что я... Говорю для себя... Крест. Все. Я заканчиваю. Вы, друзья, кто смотрите, кто продолжает набивать данные челленджи, Если у вас есть желание, можете, конечно, это делать. Но я бы вам также посоветовал бы, в каком-то смысле, отказаться от данных челленджей, в которых ничего нет интересного. Да, если там будет какой-то легоси скинчик, то можно, конечно же, его набить, получить. Потому что всегда круто, когда у тебя в гараже, например, имеется старый, вот, например, как у меня есть, рикошетик. Есть старый мамонт, да, легоси. То есть, вот за такие скины стоит набивать челленджи. Но уж точно не стоит тратить кучу времени, и при этом еще и дважды, там, за месяц потеть, набивать ради контейнеров, эксти. Я считаю, что это абсолютно бессмысленная вещь. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Что мы все с вами любили делать, любили те самые катки, какие-то грабы, какие-то такие интересные вещи. А не вот этот вот матчмейкинг, в котором куча уйма этих крит ошибок. И, по сути, все строится только на том, что ты зашел, набил звезды, получил какой-то приз в челлендже, и на этом, как бы, все. Поэтому напишите свое мнение, мне очень интересно будет вообще послушать, что вы по этому поводу думаете. И, конечно же, не забывайте про подписку на канал, если вы еще вдруг не подписаны. С вами был мистер Ваньков, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.